У вас в ЖЖ часто встречается такое словосочетание пустая женщина, полная женщина. Многие спрашивают, поподробнее как-то раскрыть тему, что значит пустая женщина и полная. И самое главное, как женщине пополнять, откуда вот себя, откуда брать силы, ресурс вот этот, чтобы быть полной женщиной в том смысле. Давайте определяться. Полность – это не состояние тела. Мы разговор ведем о душевном состоянии. Полная женщина, вообще полный человек, полная женщина – это тот, у кого внутри много чувственности, много состояния, желания отдать, умение радоваться жизни, умение принимать. Очень хорошо развиты женские качества к детям, к мужчинам по сути. Отклик. Женщина, она полна чувственностью. Она всегда откликается на детей, на солнце, на животных, на проходящего мужчину, на какую-то улыбку, на вообще вопрос какой-то. Она откликается. В ней много. Она чувственна. Она живет. Женщина живет чувством. Для нее эмоция очень важна, по сути, чувственность очень важна. Для нее эта жизненно важна, необходима. Другой вопрос, какие эмоции и чувства мы испытываем, да, и какими мыслями зацаряем свою голову. Вот это нужно разбираться. Пустота – это когда очень много неудовлетворенности. Когда я без конца думаю о том, не получилось, не смогла, не додали, погода плохая, вообще дети какие-то бегают грязные, мужики все обшарпанные, работа нелюбимая, бабы все лучше меня, это ужас какой-то. Это то, чем думаю, так и живу, то и раздаю. Почему мы всегда говорим о том, что послушайте своего товарища и себя в том числе. И сразу вы поймите уровень наполненности человека, неважно, мужчина или женщина, то, о чем говорю, то, как к себе отношусь, с юмором или эго страдает, с неприязнью или с хорошим уважением. Когда человек себя уважает, ценит, не гордится собой, не противопоставляет себя всем остальным, а просто сам с собой в ладу, как раньше говорили. Во-первых, он никогда не спорит, ни за чем. Не надо себе доказывать. Он практически всегда улыбается. Не смеется на публику, а улыбается это внутреннее состояние сияния. Он всегда спокойный. Он всегда знает, куда он идёт, что он делает, зачем он делает. И женщина знает, что вот у меня будет так, как нужно мне. Не так, как кому-то нужно, а так, как нужно мне, потому что я творю этот мир. Чем творю? Чувства, мысли. И никто не вправе мне помешать. Мне могут посоветовать, мне могут подсказать. Я принимаю решение. Это моя жизнь. Это мой мужчина, это мои дети, это моя семья, это моя работа, это мои подруги. Я несу обоюдную ответственность. Как я с ними буду общаться? Что я передам? Хорошее слово или не очень? Мы очень часто себя обманываем. Думаю, ну сейчас, ладно, я, конечно, улыбнусь вам, но вы-то мне за это будете должны, девушка, даже не знаете сколько. Я вам потом об этом скажу. Вы узнаете в своё время. Счётик я выпишу, да? Но насчёт счётика, может, срастётся или нет, а на то, что внутреннего состояния не будет никакого, это так. Вот наполненность, это когда я готова отдавать. Это та история, когда человек любит больше дарить подарки, нежели чем получать. Вот состояние наполненности. Когда я дарю подарок, подарок, а у человека глаза сияют. А я от этого, думаю, угадала. Получилось. Вот это состояние наполненности. И наоборот. Когда жду подарок, думаю, ну ты ж посмотри, я вообще это как. Опять ничего не подарили. Да, это вообще как вот с этими людьми можно тут общаться, жить вообще, бороться с ними. Как? Они ничего не понимают. Я уже и так сказала, уже и так намекнула. И так уже и журнальчик принесла. Они не соображают вообще никак. Я на них обиделась. Не ценят. Вот это называется, когда моё внутреннее неудовлетворённое состояние привязывается к внешнему. Подарили подарок, я хорошая. Сказали, сегодня хорошо выглядишь, да, я сегодня хорошо выглядишь. Не сказали, думаю, всё. Беда подкралась незаметно. Наполняться пониманием, что делать. Просто пониманием того всяких... Опять же, осознаванием себя, да, пониманием, кто я, что я, зачем, что я делаю в данный момент, для чего я чувствую сейчас. Чувствовательность у себя, конечно. Что я чувствую сейчас. Я делаю то, что мне нужно, да, то, что... Ну вот я не то, что боюсь, я не очень люблю говорить это слово, потому что каждый транспортирует так, как хотел бы. Не то, что я хочу, а понимаю нужность происходящего вот для себя самой, я бы так сказала. Я понимаю, что вот это моя любимая работа. К любимому делу душа лежит, да, тогда и всё остальное подтягивается. Я не пойду себя отдавать за деньги. Это не любимая работа, это растрата себя. А если отдавать, то понимание, на какой промежуток времени, на сколько и зачем эти деньги нужны. Да, чтобы... Вот это называется уважение к себе, понимание собственных действий, а не перекладывание ответственности на кого-то. Я вот сначала это сделала, потом это... Я сделала, потому что ты в этом не сказала, и ты в этом виноват. Это не отношение к себе. Это отдавание себя на плаху. Это абсолютно детская позиция. Ну вот у меня так получилось. Так обстоятельства сложились. Какие обстоятельства? У вас всегда стоит выбор. Идти стоять вправо-влево, говорить, не говорить. Какие обстоятельства? На что мы перекладываем? Я решаю, как мне поступать в этой ситуации, как мне ее принимать, как мне на нее реагировать. Положительно, отрицательно или никак. А ситуации все нейтральные. Они всегда разворачиваются и сворачиваются в зависимости от нашего отношения. Еще вопросы?